от народ всем доброе утро чё сегодня пятница до поедем поработаем как особо снимать нечего одно и то же каждый день знаю камаз тоже не заводится так и не заводится по утрам уже и этот плюсовая температура и все равно с эфира раз покажу что за херня да по моему форсунки там половина не работают блин ворота открыл уже выезжать и заказчик звонит пол восьмого час заказчик звонит чё ты где я говорю вот выезжать собрался подожди пока чё-то это главный клиент знаю короче перезвон позвонил что-то там перенести надо какие-то несостыковки хорошо хоть не выехал и никого не пили не перенес из-за него работа особо нету скорее всего подожди говори час они там что-то решат все еду уже наши бы и заехал на территорию удачно получилось там три машины перед воротами стоят но они ждут там какого-то решения то ли оплаты то ли чего-то а я с деньгами сразу с наличкой хопа давай горит залетай клиент перезвонил все решили вот время потерял грубо говоря полтора-два часа как бы я уже давно бы загрузился выехал и тут остается блин одним рейсом не возьмешь никак и на второй рейс пол рейса короче как-то получается какая дорожка чуть подсыпали даже смотрю сейчас вот сюда в цех надо будет заехать слева желательно чтоб там никого не было на погрузке а хорошо передом заезжаем потому что задом если заедешь потом выезжать с груженным обратно ломать чтобы машину не ломать так вот с грузом шаланды все так заезжают так передом заезжают а потом задом и сразу на выход вот получается наш список восьмидесяток три штуки метр двадцать две штуки и целых 14 то есть грубо говоря 16 целых все загрузился еду по серпантину сейчас на четвертой если зайду туда аппаратура бешеная охранять вот на четвертой еду вообще без проблем вот так зашел так это второй рейс у меня тот же участок а это указатель надува турбины вот я когда пошел максимальный этот нагрузка когда вот один все да ну а ну один короче максимально он столько давит получается дыма нету кстати уже переключу здесь поворот резкий не нормально прет нормально вот с утра не заводится блин я не знаю скорее всего пока лезть не буду точно вот сейчас я пораньше сделал вот мне нравится и звук и тяга и меньше дымить стало но заводиться стал еще хуже короче пока лезть не буду там все сухо так хорошо настроил все прикрутил блин это чтобы все так получилось блин редко бывает все в идеале сейчас опять эти форсунки таскай но насос точно не буду снимать сто процентов блин что там моросить начало а мне еще монтаж делать а рейсик тоже такой не очень удобный с самого с другого конца города на другой конец еще и пригород еще и наверх все время дорога ну вот по объездной поехал хоть светофоров нету здесь и вроде бы там место ну удобное прям на дороге буду стоять и забор буду монтировать так объяснили никуда не надо тянуться ни через кабину ни второй этаж и насчет работы вообще ну естественно вообще слабо да ну раз в день практически вот один раз в день выезжаю по ценам все печально вот люди звонят вот пару примеров девушка звонит такая очень вежливая приятный голос все адекватно все объясняет и потом когда доходит до цены я и говорю она мне в ответ ой вы самый дорогой говорит из всех кому я позвонила вы самый дорогой ну ладно и никаких даже а может подешевле там все все до свидания спасибо до свидания извините короче ну ладно скажите там женщина там типа мозги делает ну ладно хорошо мужик звонит мне твой номер дал вот такой то как бы там не по объявлению там ничего да да и такая работа вот неплохая чисто вот такая и тяжелая да и с другой стороны недалеко ездить не надо там поехали поехали говорит покажу сразу он не стал спрашивать а сколько будет стоить поехали говорит я покажу я тебя отвезу ну вообще адекватный короче сразу поехали с ним посмотрели ну сложновато да 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 как бы опять через кабину 63 панель 63 на полтора грубо говоря нормально тоже как обычно толком не встанешь наискосок через кабину поехали говорит ладно говорит в принципе ну по любому там панели бушные их надо все равно подвозить грузить даже если кран на монтаж брать их надо подвозить поехали посмотрим панели где лежат буквально там пару улиц соседних ну удобно хорошо вот это мне нравится поехали мы зашли смотрим ну вот сейчас там везде частный частный сектор короче заезжаешь передом и прям вот прям четко через кабину они в этом там котлован фундамент уже готовый стены стоят подвал и они в подвале лежат вот так стопками 63 на полтора то есть через кабину хороший такой вылет надо делать блин ну прям если постараться да с голодухи как говорится на безрыбье и рак рыба да я говорю ну ладно говорю в принципе и можно сделать он говорит все давай цена вопроса я говорю 1000 рублей панель загрузить перевести выгрузить он так раз что то а там 16-18 панелей что то такое короче не важно сколько я буду рейсов делать чтобы человек сразу понимал конкретно знал он сколько будет это стоить и он говорит мне не братан сразу это даже даже ничего торговаться не стал он говорит вот он мне сразу сказал мне кто то обещал но ну с организацией как я понял он сейчас на объекте дня два три может говорить я лучше его подожду я говорю ну просто ради интереса сколько он говорит мне посчитал 10 500 с монтажом говорит он говорит я положу он это все типа строил он там уже был он знает он говорит я и положу то есть с монтажом даже как говорится занавес так это уже наш знакомый объект тут у нас есть через мостик сейчас будем проезжать если помните вот сейчас налево будет мостик можно было подождать я поворот не включил секунду можно было подождать пока я поверну но нет он прям ну ладно у нас тут такой народ горячий так как тут передом заехать не сразу или задом я обычно задом заезжаю но сейчас нам не нужно заезжать во двор на участок вроде бы с улицы будем монтировать ну да вот забор вот тут отсыпка тут вообще идеал идеал просто а провода 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 правда 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 блин правда очень низко очень в общем пришлось прижаться вплотную к траншеи Чтобы от провода чуть-чуть уйти, хотя бы стрелу поднять. Ну, провода телефонные, интернетные. Как бы не опасные, но рвать тоже нельзя. И вот лапу не выставишь. Прям как есть, просто вниз опустил, не выдвигая. На всех четырех отжался. Ну, и тут прям рядом, метр от машины даже. Так, особенно когда в кузове этот... Десять фундаментных блоков он вообще не чувствует. Ну, устойчивость вообще бешеная. Сегодня нестандартная ситуация. Приехал, раствор готов, шнуры натянуты. Все, короче, на изготовке ждут меня. Поставили ничего там, не... Вира Майна сразу отцепил, ушел. Ну, провода, да, чуть-чуть мешают. Да, так, на бок натянул. Все, все, оставь. Ничего страшного вообще. Хорошо, здесь они поворачивают. Не вдоль улицы идут, как там. А они как бы сворачивают на другую сторону. И как раз мне хватило. Взял кусочек провода и связал три этих вместе, три жилы вместе. А то они этот... Ну, меньше мешают, в общем-то, так. Такая речка у нас тут. Вернее, у них там. Так, последний блок в первом ряду не помещается. Чуть подкопать. Там на мостике уже пробочка в нашу сторону. Вот такой домик у нас. Тоже строили как-то летом. Соседи хорошие. Вот там на мостике остановились две машины. Ну, он видит, что этот здесь проезд закрыт. Он постоял, посмотрел. Потом там оставил. Там чуть место есть, видимо, чтобы разъехаться. Отсюда пешком прошел. Взял свою семью. Прошел мимо, поздоровался. Ни слова, ничего не сказал. Взял там детей, там женщин. Туда повел, там посадил их. И поехали. Молодцы. Респект. Этот еще, что интересно, хотел рассказать. Вот тот мужик, который возил смотреть объект плиты там. И который, ну, типа, дорого там, другой. Другого подожду. Он тоже адекватный такой. Он говорит, не, я ничего не говорю. Говорит, у тебя цена такая, вообще без проблем. Ну, другого цена такая. Я просто, говорит, ну, реально хочу подешевле. Что тут? Я говорю, все, все без... Ну, понятно, говорю, что тут удивительного. И что-то разговорились по дороге. Я говорю, вот вчера буквально вызывал двух пацанов на кухне. Канализация забилась. Вот они приехали с одним шлангом, да, вот просто вот кусок 10-метрового шланга вот этого троса. Буквально минут 15 зашли, даже вот не разуваясь, ничего, там, зашли, брк, засунул, прокрутил, вытянул, воду залил, там, промыл. Ну, все, 3 рубля, короче. Я говорю, блин, ну, я, грубо говоря, 2 500 час на такой технике, да, которая несколько миллионов стоит. Вот где справедливость? Он смеется, да, да, говорит, знакомая тема. То же самое, говорит, недавно я 6 отдал за это же. Вот о чем я им этот блок положил, ну, половинку, да и целый тоже. Все, они отцепили, отпустили, я поехал за следующим. Они сами вот ломами этими подравнивают, уровнем смотрят. Ну, там камешек с этой стороны подложить, растворчик с другой стороны добавить. Вот здесь ворота будут, вот эти, таких, арматуренные эти стоят, каркасы для столбов. Здесь такой участочек небольшой. А вон там у людей, вот, хотел показать, огороды, вот, на, прям, на горах, на склонах. Вот так, ступеньками, что-то там вбивают, кто шифер, кто что. Ну, вообще земли нет, вот, у кого-то, да. Такие старательные ребята, прям, попались. Ну, в меру тоже. Особо не заставляют, там, что-то ждать. Вот он так гладит, гладит, смотрите. Прям, можно смотреть вечно, да. Потом раз туда подкинет кусочек, потом еще раз гладит. Там уже ему говорит, да хорош, пойдет другой. Я говорю, не, не, видео снимаю, говорю, красиво все делайте. Чтобы было четко на видео все. Вот, как потихоньку не отпускать, медленно, все равно, ну, не получается краном идеально поставить. Все равно мне нужен лом. Вот, некоторые не понимают этого. Подними, опусти, дергают его туда. То есть, я все равно, ну, я краном так не поставлю. Вот этот момент напрягает, да, вот, когда поставил, они посмотрели, потом мне надо развернуть. Ты его там пристрелял, прицелил, подвел, опустил, и потом его надо опять, ладно, просто поднять. А тут надо его отвести в сторону, чтобы развернуть. Настройки сбиваются, как бы, не очень удобно. Вот, некоторые прям каждый блок вот так вот крутят, поставят, посмотрят, потом обратно. Потом бывает третий раз один и тот же блок. Вот, тогда начинаешь беситься уже. Когда время есть, пока они там что-то выравнивают. Вот так вот всегда я и играю этот, ну, стараюсь зацепить этот мастерство, чтобы не терялась, руки, чтобы, ну, не отвыкали от расчетов. Вот так вот, туда-сюда. Ну, это сложный момент, потому что, вот, когда с выемкой фундаментный блок и, как бы, анкер внутри получается, тогда сложно зацепить. А, бывает, анкера прям снаружи торчат, тогда чуть полегче. Ну, вот так, как-то так. Блин, про деньги забыл. Деньги-то надо было, этот, сказать, чтобы перегнал на карту. А то 25 тысяч почти своих кровных отдал там на заводе, на ЖБИ. Чтобы заказчик не ездил ни ко мне, ни туда. Он говорит, я тебе потом отдам. Ну, такой нормальный, короче. Проверенный товарищ. Сейчас пирамидку достроим. И все, поеду дальше. Все, поехал я на втором рейсом. Как раз, вот, полдвенадцатого. Ровно, вот, к обеду я туда приеду, на ЖБИ. Как всегда, вот такая вот песня. Ну, хорошо, хоть не сезон сейчас. Никуда не спешишь, но время вот так вот пропадает. Так, что там, Мазда, как в этом фильме, что это было, Мазда. Какой-то американский фильм про дальнебойщиков. Черный пес там или как-то назывался. Так, сейчас надо вырулить и на мостик попасть. Подписчик, кстати, здесь один живет мой. Вот слева, если на мост заехать сейчас слева. Там тоже дом им устроил. Здесь же где-то, на районе. Можид, если смотришь. Салам алейкум. Мостик такой опасный. Как бы под углом сильно развернут. И неудобно на него заезжать. А эти железяки острые такие. Там колеса будут только так рваться. Ну, хорошо, хоть не плиты перекрытия. Такой уверенный мостик. Что-то тут прорвало. Хоть помою, а этот, одну сторону машины. Вот так, по лужам. Там столько грязи собирается. Блин, замучила эти черноземы, эта глина. И вся вода в траншею. Короче, приехал, ворота закрыты были. Я этому начальнику звоню, говорю, ради бога, ворота откройте. Я сам заеду, вот, с правой стороны блоки. Я сам загружу, там шесть штук осталось. Он говорит, ничего не надо, говорит, сейчас откроют, загрузят. Сейчас я позвоню. Позвонил, короче, оп, запустили, загрузили. 15 минут, вот, 12-15. Вот, пацан, сейчас закроет. Блин, ну, на таких заводах, вот так, чтобы с обеда кого-то дернуть, это вообще нереально. Все, поехал я. Все, вот, шесть штук осталось, шесть целых, загрузил. Сейчас еще один рейсик сделаю. Торопясь, спеша. Не знаю, буду показывать, не буду. Опять, все то же самое. Напишите, надо это показывать, надо это снимать. Ну, чтобы не надоедало, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok